Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Сколько времени нужно, чтобы узнать человека? Все зависит от того, насколько он открыт миру. Лена очень открытая и в то же время деликатная. Навязываться не будет, но и эмоции скрывать не станет. Свои переживания и настроения Лена выражает с помощью красок и кисти. Если у меня настроение хорошее, я все равно так и так беру кисточку в руки и рисую яркие картины. А когда мне очень настроение, нравится рисовать ночь, ночное небо. Ну, тоже завораживает. Ну, например, желтый – это? Солнце. Красный? Красный. Любовь. Голубое небо, синяя вода, зеленая трава. А жизнь какого цвета? Разный цвет. Цвета радуги. Общий. Мне нравится какого пустыня, и решил изобразить девушку. Вообще так необычно. Да, просто в голову пришло. Просто понравилось. Стихи нравятся в пустыне вроде. Человек не может выжить, а вот пытался только передать картину. Как бы человек в пустыне. Ну, как бы не передать словам, как-то необычно. Каким должен быть человек, чтобы выжить пустыне, на твой взгляд? Терпеливым, мужественным, сильным, духовно. Людей, вобравших все эти качества сразу, Лена пока не встречала. Но уверена, они есть. Больше того, именно к этому и надо стремиться. Сама она хорошо знает свои достоинства и недостатки. Дружелюбие. Духовная сила. Духовная сила. Физическая сила. Допустим, хочу чем-то заняться, но у меня это перебывает чем-то другим. Не могу сосредоточиться в терпении. А вот на что у Лены всегда хватает терпения, так это на чтение. Она любит поэзию, причем не из школьной программы. Сама убираю Есенина. Именно Есенина предпочитаю. Какой у тебя любимый у Есенина? Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаю скандалить. Был я весь, как запущенный сад. Был на женщин и зелья падкий. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя. Видеть глаз златокарий омут. И что прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступ нежный, легкий стан. Если б знала ты, сердцем упорным. Как умеет любить хулиган. Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки. И стихи бы писать забросил. Только б тонкой касаться руки. И волос твоих цветом восемь. Я б навеки пошел за тобой. Хоть свои, хоть чужие дали. В первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Кстати, Лена пообещала нам подумать о создании собственных иллюстраций к стихотворениям Есенина. Не сомневаемся, что у нее получится. А пока в детском доме стены на всех этажах расписаны разными мотивами. Не без Лениного участия, между прочим. Когда Лена пришла к нам в детский дом, мы сразу заметили, что она очень любит рисовать. Лена – творческая личность. В перспективе Лена хотела бы стать дизайнером интерьеров. Но сначала намерена приобрести профессию повар-кондитера, чтобы можно было учиться и работать. Еще она подумывает о том, чтобы возобновить занятия спортом. Лена спокойная, доброжелательная, очень хорошо сходится с людьми. И всего за три месяца в детском доме стала полноправным членом здешней дружной семьи. Хорошо общаемся со всеми. Тебе здесь нравится? Да, мне здесь очень нравится. Уютно очень, как дома. Привыкла уже. Лена, да, сразу она влилась в коллектив. Сразу она подружилась со всеми. Потому что она такая добрая, мягкая по натуре девушка. Любит всем помогать. И на кухне помогает. И все. Она очень такая жизнерадостная. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 Или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей. На номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова